Обзор 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 И Данил Цибин. Тем более, Сарарка старалась. Сарарка, конечно, пыталась, конечно, выиграть. Тем более, у них сегодня очень хороший матч сложился с одним из лидеров. И здесь, в общем, на минуту чемпионом Казахстана. Но все-таки у нас основное время закончится в дичьо. И команды, как минимум, по одному баллу заработают. Потом будет, конечно, овертайм, где, в принципе, там ничего такого особенного обе команды не совершат. Более того, караганинцы даже ни одного броска не совершат. Поворотом намада. Ну и, конечно, все так плавненько у нас перекатится в серию буллитов. Ну, вот видите, здесь до сих пор нам показывают еще события второго периода. А мы уже к буллитам перешли. Моментов, кстати, команды нас создавали на самом деле немного. И градус такой эмоциональности, конечно, присутствовал. Пономарев здесь имел шанс. Но, в целом, опять же, вот здесь набросик. Так, дальше. Вот здесь намного отношения. Пытался, да, как раз-таки тот же Мадиди Ханбек там сейчас отключиться. Михаил Рахманов. Но были моменты, на самом деле, чтобы, конечно, все это в основное время закончилось. У нас уже композиция дважды закончилась в этом хайлайте. И вот серия буллитов, где, к слову, действительно на мат превзошел оппонентов. Вот Креба Колесникова, тут сразу же, конечно, Гусейнов. И вот этого окажется достаточно, так как Сарарка, к сожалению, для себя и для своих болельщиков ни одного буллита не забросит. И вот верил там, конечно, Никита Боярков. Который, к слову, сегодня вновь вернулся в свой родной город. Правда, в качестве хокиста, намада. Ну и все на этом. Победа у кочевников в серии буллитов и статистика итоговая. 33-38 у нас броски поворотом. 32-34 тоже здесь на мат превзошел с ровных минут. В целом, ну, такая довольно средний показатель. 18-12. На этом все. Любите хоккей. Пока-пока.